Всем приветики! У нас сегодня с вами дофигища ресниц и все про них. Это значит, что коробочка Крагина Бокс Ресницы сейчас будет разобрана и все вам будет рассказано. Это, в общем, психоделическая упаковка, гипнотизирующая, с игрой. Вот называется загони шарик в сердечко. Вдруг у вас получится, у меня не получилось. И это коробочка с красивыми марочками глянцевыми. Коробочка с особой темой. Тема эта звучит так. Ресницы. А особая она почему? Потому что вся история проекта Крагина Бокс началась как раз таки с ресниц. Первая наша коробочка была с темой туш. И вот в этой коробке также море всякой разной туши. Давайте ее поскорее разбирать. Итак, первая тушь у нас в коробочке это Клоранс. Вандер перфект 4D маскара. Тушь, которую я вам уже какой урок демонстрирую на своих ресницах. И, собственно, вот с утра у меня этой тушью ресницы-то и были накрашены. До сих пор так хожу. Мистер Кот пришел. Ты что такое грустное сегодня? Меланхоличное настроение в семье? Что ты грустишь? Ты влюбился в меня? Так я тебя тоже люблю. Садись. В общем... Мистер Кот, вы не могли бы хвостик-то свой положить как-нибудь уже? Ну давай, определяйся, что ты будешь делать. Вверх, вниз. Миниатюрка 3 мл. Для туши эта достаточно большая. С абсолютной копией щеточки, которая в оригинале. И ультра черного цвета. Полноразмерно она выглядит вот так. Я просто что-то куда-то положила ее и не могу найти. Но я ее, собственно, вам уже сто раз показывала во всех своих уроках. Особенно последних. И еще не раз покажу, потому что очень уж она мне нравится. Эта тушь универсальная. Она позволяет сделать классный объем. Она очень хорошо удлиняет. Она классно приподнимает ресницы. Особенно если вы подкручиваете ресницы керлером, они вообще веером начинают стоять. И этот эффект сохраняется прям до вечера, до демакияжа. И она дает вау-эффект во всем. Вот и в длине, и в объеме, и в изгибе, и в разделении. Плюс насыщенный черный цвет позволяет выделить ресницы даже при ярких черных смоки айс. При этом, если вы хотите сделать себе легкий объем на ресницах, то прям жух-жух, и этого достаточно в один слой более чем. Следующая тушь Full NTS Mascara. Это полноразмерный продукт от бренда Makeup Factory. Также очень эффективная, объемная тушь. С вот такой щеточкой очень круто разделяет ресницы. И очень удобно прокрашивать в уголочках, заостренным слегка вот этим кончиком. У нее достаточно густая и плотная консистенция. Она благодаря вот этой щеточке, в которой два вида ворсинок. Одни покороче, одни подлиннее. А тушь очень хорошо распределяется по ресницам, очень хорошо прочесывается. Наносится она тонкими слоями. Вы можете этот объем наращивать, наслаивать. И очень удобно ей подкручивать ресницы и слегка надавливать, приподнимая корней. Она не осыпается, не отпечатывается. Любым средством для демакияжа глаз достаточно легко смывается. Поэтому, я думаю, для чувствительных глаз тоже подойдет. И для тех, кто, например, носит линзы. Или в целом, у кого глаза склонны ко всяким воспалениям. Следующий продукт у нас в коробке. Это Maybelline, также полноразмерный продукт. Lash Sensational. Это сыворотка для ресниц с очень-очень-очень худющей щеточкой. Это ухаживающая сыворотка с витамином В5. Вот что за кот? Ну зачем тебе это? Ты еще сильный такой, ты лапами своими. Ты бьюти-кот? Ну ты что творишь? Так и живем. Сейчас парень поиграет и продолжим. А как вы проводите вечер? Заведи кота. Это что-то среднее между праймером под тушь и ухаживающей сывороткой. При этом мне, к примеру, очень нравится наносить ее также и на брови. Она визуально удлиняет ресницы и помогает туши не осыпаться в течение дня, не пересыхать и сохранять свою эластичность. Особенно, если вы используете суперобъемную тушь. Также можно использовать ее как чисто ухаживающее средство и наносить, к примеру, на ночь. Или в любой другой момент, когда ресницам нужен дополнительный уход. Следующий продукт, еще один ухаживающий, это Lucas Cosmetics. CC Lash это масло для укрепления ресниц и бровей. Укреплять и отращивать можно не только ресницы и нужно, но и брови. Это масло укрепляет сами волоски, поддерживает необходимый уровень увлажнения, делает волоски эластичными, благодаря этому они меньше ломаются, и ресницы, и брови меньше выпадают. И это комплексы из абсолютно натуральных масел. Для нанесения идеальнее всего использовать такую многоразовую щеточку отдельную, типа как щеточка от туши. Наносить масло сначала на брови щеточкой, а потом остатками пробегаться по ресничкам. Важно, чтобы она не попала в глаза. У этого масла очень экономичный расход, потому что вот такой бутылек, казалось бы, 10 мл, для вот такой маленькой площади, как ресницы и брови, это очень много, вам прям очень надолго хватит. Это полноразмерный продукт в коробочке. Clinique. High Impact Mascara. Как коробка ресниц и без этой туши невозможно себе представить. Вы уже сто раз были ознакомлены с этой тушью, и всегда вам хочется о ней еще напомнить. Потому что это одна из любимейших моих тушей, можно так сказать, нет, ever. Она очень универсальная. У нее универсальная щеточка, которая позволяет вам хорошо распределить тушь по ресницам, при этом очень удобно кончиком также прочесывать реснички, уделять внимание больше внешним уголкам или нижним ресницам. При этом она достаточно черная для того, чтобы и в дневном макияже смотреться классно, и вечерний макияж. Также подчеркивать. В ней вот все в меру, и все как-то грамотно. И объем, и длина, и изгиб, и подкручивание, и разделение. Она дает все эффекты, но не слишком ярко. Вы в целом можете наслаивать эту тушь, делать, например, ресницы более объемными, но она не создаст эффекты супернакладных ресниц, или не заменит пучки. Она дает именно крутой визуальный эффект для повседневного макияжа. Вот это такая тушь, которая круто пользоваться день за днем. При этом она не пересыхает, не осыпается. Если вы керлер используете, то ресницы суперклассно приподнимаются, и в ней нет такой тяжести, от которой ресницы вы в течение дня опускались. Нет, они ровненько держатся с изгибом. Полноразмерно такая же, только больше, с абсолютно такой же щеточкой. На обу, на своем покажу. При этом ее огромный плюс, особенно плюс для повседневного макияжа, и для тех, у кого глаза склонны к воспалениям, или те, кто работают с бумагами, с документами, за компьютером, у кого очень сильно напрягаются глаза, или для тех, кто носит линзы или просто плохое зрение, эта тушь очень легко смывается. Она смывается даже теплой водой. А если вы используете специальное средство для снятия макияжа, то вам вообще никакого дискомфорта во время снятия эта тушь не доставит. Она даже глаза не щипет. Следующая тушь Кабаре Премьер. Это Вивьен Сабо. Тушь-звезда у Вивьен Сабо. И надо отдать должное, не зря, не зря она такая популярная. Есть целый ряд причин, почему эта тушь заслуживает внимания. Во-первых, в соотношении цены и качества. Это раз. Оно превосходное. Второе, это эластичность самой формулы. Реснички получаются очень гибкие, легко поддаются подкручиванию, очень эластичные. Сама по себе тушь, если удлиняет на кончике ресничку, она потом не обламывается и не осыпается под глаза в течение дня. При этом у нее такая достаточно тонкая щеточка синтетическая с такими тонкими зубчиками в несколько рядов, которыми очень удобно прокрашивает ресницы от корней, очень мягко распределяя тушь. Вот многие производители феномену Кабаре прям поражаются. Почему же она такая универсальная и почему она так не нравится женщинам, что они ее оптом скупают? А я объясню. Она очень хорошо дозируется. Она не слишком черная, она не слишком объемная. В ней все в меру. Несмотря на то, что она называется Кабаре, она не дает эффекта накладных ресниц. Она дает просто хорошие, удлиненные, разделенные, с объемом в меру черные ресницы. Это то, что и нужно, собственно, для того, чтобы стать универсальной тушью номер один, особенно если стоит она еще 450 рублей в рознице. Короче, я считаю, что это прям золотой баланс. То, чего добились Vivienne Sabo в туши Кабаре. Кабаре премьер это улучшенная версия уже знаменитой туши. Она еще круче подкручивает, если можно так сказать, ресницы. Распределяем массу туши по ресничкам, создавая вот этот вот красивый равномерный объем. Плюс никаких комочков. Для тех, кто любит поярче, накладные ресницы Make Up To Make Up. Два вида в этой коробке. Попадется один. Либо это флаффи реснички, но они все такие натуральные. Либо Be Yourself. Вот у нас с вами флаффи. Это реснички, которые комментируют естественный ряд ресничек. То есть они очень коротенькие, немножко внахлёст собраны, чтобы, видите, чтобы выглядеть максимально натурально. При этом их немножко больше в центре. Благодаря этому они дают эффект таких распахнутых глаз. Немножко даже кукольный эффект, но очень натуральный. Глаза становятся круглее и больше. Это ресницы, которые делают свои натуральные просто пышнее и ярче. Следующий полноразмерный продукт в коробке. Тут практически все полноразмерные. Это Sephora. Тушь для ресниц Volume On Mascara. Также очень объёмная тушь. В очень классной упаковке, потому что это тюбик с щёточкой. Благодаря этому тушь можно использовать прям вот без остатка. Эта тушь отличается своей щёточкой. Я не уверена, что будет видно вот так на видео. Хотя, может, и видно. Она, в общем, немножко такая изогнутая. То есть, как будто бы взяли щёточку и немножко закрутили вот так. Благодаря этому тушь особенно хорошо распределяется между ресничками, как бы обволакивая каждую ресничку. При этом она сама по себе очень густая. И получается сразу такой вот накрученный на ресничку объём. С этой тушью очень легко с первого слоя прокрасить ресницы так, что не останется никаких светлых зазоров и непрокрашенных участков. Плюс эта тушь очень хорошо приподнимает ресницы. Даже не обязательно надавливать на корни. Они как бы сами за щёточкой начинают приподниматься. И эффект вот приподнятых именно таких распахнутых ресниц тоже удаётся очень быстро. Даже немного такой кукольный получается эффект. Кукольный взгляд. Если вам кукольный сильно взгляд не надо, красьте ресницы в один слой. Она неплохо наслаивается. Если вдруг вы наоборот хотите кукольный эффект, это сейчас очень текстуально, то можете наслаивать, наслаивать, наслаивать. Она в целом очень эластична, один слой наслаивает на другой. При этом эффект приподнятых ресниц не падает, и она не осыпается в течение дня. Очень хорошо держится. Хайтек. Это Ева Мозаик. Тушь для объёма и удлинения. Очень-очень-очень чёрная. У неё очень густо расположены щетинки на щёточке. Благодаря этому кремообразная текстура туши очень густо обволакивает каждую ресничку. Очень хорошо тушь фиксируется в корнях ресниц. И при этом очень хорошо разделяет даже мелкие реснички. Потому что текстура, несмотря на то, что густая, она такая немножко как скользящая и шёлковая. Тушь отлично наслаивается. Вот прям до Baby Doll эффекта. Сколько надо, столько и наносите. Сейчас очень актуален эффект склеенных ресниц. Таких с гиперобъёмом. Вообще суперклассно получится. Хотя сама по себе эта тушь не склеивает ресницы. Она, наоборот, очень хорошо их разделяет. Просто если вы захотите сделать это специально, то очень ярко прокрашены реснички. Потом ещё вот так немножко поделаете. И они сами у вас немножко так треугольнички в такие схлопнутся. Маленькими пучками. Очень модно. Вот с этой тушью это легко прям сделать. Очень легко смывается. В определённой степени это её плюс и минус. Плюс это то, что вам будет очень комфортно смывать её и делать демакияж. Минус заключается в том, что если вы попадёте под дождь или снег, то она у вас может потечь. Объёмная тушь Number One. Также тушь в тюбике. Это позволяет полностью контролировать количество туши в тубе и использовать её без остатка. Довольно классическая щёточка. Немножко сужающаяся в центре. Хорошо распределяет ресницы. Особенно на внешнем уголочке. Потому что здесь вот сама щёточка чуть-чуть более плотная по своим ворсинкам. И они чуть-чуть пошире. Можно наносить в несколько слоёв, обволакивая каждую ресничку. Тушью, если делать такое немножко зигзагообразное движение в корнях, то получается прям очень хороший эффект поднятых ресниц. Потому что тушь, которая зафиксируется в корнях, она, во-первых, такая чёрная, она даёт эффект межресничной подводки. Во-вторых, она ещё и вам хорошо фиксирует, как каркас эти ресницы, чтобы они потом не опускались. При этом нет ощущения тяжести на глазах. Вполне такая универсальная тушь, где вы можете сами контролировать объём. Если вам слишком много объёма не надо, ну пожалуйста, в один слой наносите, и этого вам будет вполне достаточно. По потребностям вы можете заменить эту щёточку, потому что в Number One можно выбирать щёточку по необходимости. Можно взять округлую с подкручивающим эффектом, или ещё более объёмную, или наоборот тоненькую, которая будет в ресничке. Сильнее разделять и делать их такими тонкими, длинными, больше давать даже не объёмный, а удлиняющий эффект. В общем, в разговоре с консультантами обязательно затроньте эту тему, для того, чтобы вам предложили ещё какую-нибудь щёточку на выбор. Сама по себе она стойкая, смывается лучше средствами на массовой основе, там двухфазными, средствами для снятия макияжа глаз. Потому что очень яркая и стойко держит свой эффект в течение всего дня, прям доди макияжа. Ну что, пробежались по ресницам, которых много никогда не бывает. Ещё раз упомяну, что ресницы — это очень крутой тренд. Я вот сейчас подумала, что надо на основе ресниц снять-ка вам мейкап, снять какой-нибудь мини-урок быстрый, потому что действительно ресницы акцентированные — это круто. Что ещё хотела уточнить, если вдруг будете задавать вопросы про мой супер-хвост, это открытие на студию, мои дорогие, которые умеют превращать обычный хвост в прическу на несколько дней, которая, во-первых, очень модная. Посмотрите, что в Лос-Анджелесе творится со звёздами, все с хвостами ходят очень высокими. А во-вторых, это реально очень удобно. Ты днём клёво выглядишь, и к вечеру, если тебе нужно принарядиться на коктейль, то у тебя как бы уже нарядная прическа. А если что, завтра можно сделать типа вот так как-нибудь, и будет тоже классная прическа. Но завтра он будет точно такой же. Прям я вот буду тут вот так прям спать и проснусь, и он прям такой же будет. Про макияж свой. Всё стандартно. Наверное, будет вопрос про макияж глаз. Вот я недавно делала вам вытянутые смоки коричневые за 5 минут. Это, по сути, они же. Только сделаны конкретным чеснот. И сверху нанесён пигмент металлизированный, копер. Всё, Крыгина косметикс. Чёрная тушь и немножко чёрного конкрета в межресничку. Глаз-глаз, блеск прозрачный. Metalized Rose Silver, это вот это сияние. Собственно, и всё. Тон Cinema Secrets, конкрет-топ на бровях. Весь день так хожу, держится супер стойко и классно. А ещё прям клёвые зелёные глаза от этих вот рыжих оттенков. Короче, вам хлопать ресницами и взлетать. И до новых встреч в эфире. Всех целую. Всем пока.